Урок 1. Декор и еда в пляжной тематике Привет, Анна. Я подумываю о том, чтобы украсить свою гостиную. Я хочу использовать ракушки и пляжные мечи. Звучит забавно, верно? Привет, Джон. Безусловно, декор в пляжной тематике может придать вашему жилому пространству яркие и освежающие нотки. Это отличный способ привнести в интерьер частичку морского побережья. Я согласен. Идея использовать ракушки и пляжные мечи в качестве декоративных элементов создает игривую и непринужденную атмосферу. Безусловно, это так. Ракушки можно положить в прозрачные банки или разложить на полках, чтобы придать комнате естественную и прибрежную атмосферу. Звучит прекрасно. Я уже представляю себе красивое изображение ракушек, привносящее в мой дом нотку пляжа. Это отличный способ добавить индивидуальности и продемонстрировать свою любовь к пляжу и его сокровищам. Мне не терпится начать коллекционировать ракушки и изучать различные способы их использования в своем домашнем декоре. Звучит как интересный и креативный проект. Вы даже можете использовать пляжные мечи в качестве ярких акцентов или как часть игривой экспозиции. Пляжные шары, несомненно, привнесут яркий и игривый элемент в интерьер. Отличная идея. Их можно повесить на потолок или стратегически разместить по комнате, чтобы создать оживленную летнюю атмосферу. Мне нравится идея подвесить пляжные мечи к потолку. Это добавляет нотку причудливости и напоминает мне о беззаботных пляжных днях. Все дело в том, чтобы создать пространство, вызывающее положительные эмоции и ощущение расслабления. Пляжная тематика прекрасно справляется с этой задачей. Совершенно верно. Теперь давайте поговорим о еде. Какие вкусные блюда в пляжном стиле я могу приготовить для собраний? Вы не ошибитесь, выбрав морепродукты. Шашлык из креветок на гриле, рыбные тако или даже паэлья с морепродуктами станут отличным выбором. Звучат аппетитно. Я уже могу представить себе соблазнительные ароматы и вкусы блюд из свежих морепродуктов. Не забудьте освежающие фруктовые салаты или тропические смузи, которые дополнят трапезу и привнесут освежающий оттенок. Отличное предложение. Свежие фрукты и тропические ароматы идеально подходят для вечеринки в пляжной тематике. Они привносят прилив свежести. Совершенно верно. А на десерт вы можете заказать кокосовый пирог или тарелку шашлыков из тропических фруктов в качестве сладкого конца. От мысли побаловать себя вкусным кокосовым пирогом или насладиться сочными тропическими фруктами у меня слюнки текут. Я рада, что смогла вдохновить ваши вкусовые рецепторы. Декор и еда в пляжной тематике создают незабываемые ощущения. В самом деле. Мне не терпится привнести пляжную атмосферу в свою гостиную и насладиться вкусными блюдами в пляжном стиле с друзьями и семьей. Похоже, это чудесный план. Наслаждайтесь процессом украшения и приготовления еды. Уверена, ваше собрание станет настоящим хитом. Спасибо. Я ценю вашу поддержку и рекомендации. Мне не терпится создать у себя дома пляжный оазис и насладиться праздником в пляжном стиле. До новых встреч! Урок 2. Запечатление моментов с помощью фотографии. Привет, Анна. Я хотела поделиться кое-чем о себе. Я увлекалась фотографией. Для меня это способ запечатлеть и сохранить особые моменты. Привет. Это замечательно. Фотография – это мощное средство, которое позволяет нам заморозить время и создать незабываемые воспоминания. Совершенно верно. Мне доставляет удовольствие запечатлеть красоту повседневной жизни и эмоции, сопровождающие эти моменты. Фотография помогает нам ценить мелочи и находить красоту в обыденном, не так ли? Это действительно так. Через объектив я научилась смотреть на мир под другим углом и ценить детали, которые мы часто упускаем из виду. В этом и заключается волшебство фотографии. Она побуждает нас сбавлять обороты, наблюдать и находить смысл в самых простых вещах. Именно так. Удивительно, как одна фотография может рассказать историю и вызвать эмоции, которые иногда невозможно передать словами. Фотография способна преодолевать языковые барьеры и объединять людей, делясь эмоциями и опытом. Это одна из причин, по которой меня это привлекает. Это позволяет мне общаться и выражать свои мысли на универсальном языке. Могу себе представить, что фотография также предлагает вам творческий путь. Это позволяет вам экспериментировать с разными техниками и перспективами. В самом деле, это постоянный процесс обучения. Мне нравится экспериментировать с композицией, освещением и съемкой уникальных ракурсов. Невероятно, как фотография сочетает технические навыки с художественным выражением. Вам не кажется, что это все равно, что рисовать светом? Совершенно верно. Игра со светом и тенями придает фотографии глубину и настроение, создавая захватывающий визуальный сюжет. А с развитием технологий фотография стала более доступной для всех. Мы все можем быть рассказчиками через объективы. В этом вся прелесть. Каждый может взять в руки камеру или даже использовать смартфон, чтобы запечатлеть моменты и создать значимые фотографии. Приятно видеть, как технологии демократизировали фотографию, позволяя большему количеству людей раскрыть свой творческий потенциал и поделиться своими взглядами. Фотография стала мощным инструментом самовыражения, повествования и общения с другими с помощью визуальных нарративов. Это прекрасный вид искусства. Я рада, что вы нашли радость в фотографии и возможность запечатлеть и сохранить драгоценные моменты. Спасибо. Фотография – это страсть, которая приносит мне счастье и позволяет мне делиться своей точкой зрения с другими. До новых встреч! Урок 3. Мир коллекционирования марок Привет, Анна. Я хотела поделиться кое-чем интересным. Недавно я начала коллекционировать марки. Это увлекательное хобби. Привет. Это здорово. Коллекционирование марок – прекрасный способ познакомиться с разными культурами и узнать историю. Определенно. Я наткнулся на несколько уникальных и редких марок из разных стран. В своих эскизах они рассказывают истории. Звучит интригующе. На марках часто изображены важные события, известные личности или символы, представляющие наследие страны. Да. Это все равно, что открывать миниатюрные произведения искусства. Некоторые марки красиво оформлены с использованием сложных деталей и ярких цветов. Могу себе представить, как приятно найти редкие марки. Есть ли у вас в коллекции пока что фавориты? Совершенно верно. У меня есть несколько редких из разных стран. Одна из моих любимых марок – винтажная марка с изображением Эйфелевой башни. Звучит потрясающе. Эйфелева башня является культовым символом Парижа и имеет значительную историческую ценность. Это действительно ценное сокровище в моей коллекции. У меня также есть марки с изображением исчезающих видов и известных ученых. Это замечательно. Коллекционирование марок не только сохраняет историю, но и повышает осведомленность о важных вопросах. Вы правы. Это способ оценить красоту природы и почтить заслуги выдающихся личностей. Сталкивались ли вы с марками, которые было особенно сложно найти или приобрести? Да, некоторые марки невероятно редки и востребованы коллекционерами по всему миру. Чтобы найти их, потребуется немного исследований и терпения. Наверное, очень интересно найти редкую марку и добавить ее в свою коллекцию. Это все равно, что найти спрятанное сокровище. Совершенно верно. Охота за редкими марками добавляет хобби, элемент азарта и приключений. Помимо коллекционирования, есть ли другие аспекты культуры почтовых марок, которые вас интересуют? Определенно. Выставки марок и филателлистические общества предоставляют возможность встретиться с другими коллекционерами и обменяться знаниями. Это просто фантастика. Общение с другими коллекционерами позволит вам больше узнать о марках и их историческом значении. Это динамичное сообщество. Я многому научился, общаясь с другими любителями почтовых марок и посещая выставки. Коллекционирование марок – это не только хобби, но и возможность познакомиться с различными культурами, историей и миром в целом. Совершенно верно. Это окно в богатую палитру нашего мирового наследия, заключенную в эти крошечные кусочки бумаги. Удивительно, как такая маленькая вещь, как марка, может иметь такую большую ценность и смысл. Спасибо, что поделились своим увлечением. Добро пожаловать! Я рада, что смогла поделиться своим энтузиазмом в коллекционировании марок. Это хобби, которое продолжает приносить мне радость и знания. До новых встреч! Урок 4. Радость рисования Привет, Анна. Я хотела поделиться чем-то интересным. Я недавно начала рисовать, и это приносит мне настоящее удовольствие. Привет! Это замечательно! Живопись – прекрасная форма самовыражения. Что вдохновило тебя начать? Меня всегда очаровывало искусство. Я хотела раскрыть свой творческий потенциал и передать эмоции с помощью цветов и мазков. Это просто фантастика. Живопись позволяет общаться без слов и создавать что-то уникальное и личное. Совершенно верно. Это терапевтический процесс, который помогает мне расслабиться и обрести связь со своими внутренними мыслями и чувствами. Могу себе представить, что, когда ваши идеи воплощаются в жизнь на холсте, вы испытываете чувство выполненного долга и радости. Определённо. Каждый мазок кисти – это шаг вперёд, а готовое произведение искусства – отражение моего путешествия. Это прекрасно. У тебя есть любимый предмет или стиль, в котором тебе нравится рисовать. Я все ещё изучаю разные темы и стили, но я черпаю вдохновение в природе, пейзажах и игре света и тени. Природа действительно прекрасная муза. Цвета и текстуры в мире природы предоставляют безграничные возможности для художественного выражения. Совершенно верно. Запечатление красоты природы на холсте позволяет мне оценить её тонкости и поделиться этим признанием с другими. Пробовали ли вы экспериментировать с различными техниками и средствами в своих картинах? Да. Я все ещё изучаю и экспериментирую с различными техниками, такими как смешивание, нанесение слоёв и использование различных мазков кисти. Отлично. Использование новых техник делает творческий процесс увлекательным и помогает раскрыть свой неповторимый стиль. Именно так. Также интересно видеть, как разные среды, такие как акрил или масло, могут создавать разные эффекты и настроения. В этом прелесть искусства. Это путь к обучению, изучению и самовыражению, который длится всю жизнь. В самом деле. Живопись стала важной частью моей жизни, давая творческий выход и возможность поделиться своим видением. Приятно видеть, как искусство может обогатить нашу жизнь и тронуть сердце других. Спасибо, что поделились своим путешествием по живописи. Добро пожаловать. Я рада, что смогла поделиться своей страстью к живописи. Это полезный и полезный опыт, которым я продолжаю дорожить. До новых встреч. Урок 5. Времена года и предпочтения. Привет, Анна. Я хотела спросить тебя о твоем наименее любимом сезоне. Какой из них вы бы назвали? Привет. Если бы мне пришлось выбирать, я бы сказала зиму. Мне не нравятся низкие температуры и короткие дни. Понимаю. Зима может быть довольно сложной из-за морозной погоды и ограниченного солнечного света. Определенно. Я предпочитаю весеннее тепло и яркие цвета цветущих цветов. Весна – действительно прекрасное время года. Это новые начинания и омоложения после холодных зимних месяцев. Да. Это время, когда природа оживает, и мы можем наслаждаться приятной погодой и продолжительным световым днем. Кстати, о временах года у вас есть любимый. Сложно выбрать только одну. Но если бы мне пришлось выбирать, я бы сказала осень. Мне нравятся умеренные температуры и потрясающие осенние листва. Осень – волшебное время года. Меняющиеся цвета листьев создают живописный пейзаж. Совершенно верно. Это также время, когда мы можем насладиться уютными свитерами, горячими напитками и праздничной атмосферой. Это правда. Осень обладает определенным шармом, который делает ее любимой для многих людей. Каждый сезон имеет свои уникальные характеристики и красоту, не правда ли? Я полностью согласен. Каждый сезон предлагает что-то новое, что можно ценить и получать от удовольствия. Удивительно, как наши сезонные предпочтения могут меняться в зависимости от личного опыта и культурного происхождения. Это интересный момент. Времена года имеют разное значение и значение в разных культурах по всему миру. Совершенно верно. Это напоминание о разнообразии и богатстве нашей планеты и о том, как все мы воспринимаем природу уникальным образом. Природа очаровывает нас и вдохновляет на эмоции независимо от времени года. В самом деле, будь то весеннее цветение или сверкающий снег зимой, природа всегда вызывает трепет и удивление. Это прекрасное напоминание о взаимосвязи между людьми и природным миром, в котором мы живем. Не могу не согласиться с этим. Наше уважение к временам года свидетельствует о красоте и гармонии окружающей среды. Совершенно верно. Давайте и дальше беречь и беречь наши драгоценные времена года, наслаждаясь радостью и удивлением, которые они приносят. Урок 6. Кулинарные приключения. Привет, Анна. Вы попробовали новый рецепт, которым я поделился с вами. Привет. Да, я так и сделал. Было очень вкусно. Вкусы были насыщенными, а блюдо было полно ароматных специй. Я рада, что вам понравилось. Попробование новых рецептов может стать увлекательным кулинарным приключением. Определенно. Изучение различных вкусов и эксперименты с ингредиентами могут улучшить наши кулинарные навыки. Удивительно, как простое изменение ингредиентов или методов приготовления может изменить блюдо, не так ли? Совершенно верно. Это как открыть для себя целый мир возможностей и открыть для себя новые вкусы и текстуры. Это как отправиться в гастрономическое путешествие, не выходя из собственной кухни. Точно. Мы можем путешествовать по миру через свои вкусовые рецепторы и изучать ароматы из разных уголков земного шара. Кстати, о мировых вкусах. Пробовали ли вы приготовить блюда другой кухни? Да, действительно. Мне нравится экспериментировать с международными рецептами. Это позволяет мне попробовать разнообразные вкусы и расширить свой кулинарный репертуар. Это просто фантастика. Попробовать новые рецепты – интересный способ выйти из зоны кулинарного комфорта. Совершенно верно. Это возможность изучить новые методы и открыть для себя ингредиенты, с которыми мы, возможно, не знакомы. Я согласен. Это также отличный способ удивить друзей и семью нашими новыми кулинарными навыками. Делиться вкусной едой с близкими – прекрасный способ создать незабываемые воспоминания и объединить людей. Совершенно верно. Еда способствует налаживанию связей и созданию чувства тепла и единения. В этом прелесть приготовления. Дело не только в питании, но и в радости и удовольствии, которые оно приносит. В самом деле. Итак, давайте продолжим изучать и наслаждаться кулинарными приключениями по одному рецепту за другим. Привет, Анна. Когда дело доходит до качества, что ты ищешь в продукте? Привет. Для меня главное – комфорт. Я отдаю предпочтение продуктам, которые обеспечивают ощущение легкости и благополучия. Понимаю. Комфорт играет важную роль в нашей повседневной жизни, будь то одежда или мебель. Совершенно верно. Я ищу вещи, изготовленные из мягких и прочных материалов, обеспечивающих длительный комфорт. Это важно. Качественные материалы способствуют общему комфорту и долговечности продукта. Определенно. Также важно учитывать мастерство и внимание к деталям, которые необходимы при создании высококачественного изделия. Вы правы. Хорошо продуманные продукты часто отличаются превосходным качеством и обеспечивают лучший пользовательский интерфейс. Именно так. Я считаю, что инвестиции в качественные вещи не только обеспечивают комфорт, но и экономят деньги в долгосрочной перспективе. Я согласен. Качественные продукты, как правило, более долговечны, что снижает потребность в частой замене. Отличное замечание. Речь идет о поиске баланса между качеством, комфортом и долговечностью. Совершенно верно. Также стоит учитывать влияние наших решений на окружающую среду и выбирать экологически чистые продукты. Не могу не согласиться с этим. Поддержка брендов, ставящих во главу угла устойчивое развитие, соответствует нашим ценностям и способствует лучшему будущему. В самом деле, наши решения о покупке могут способствовать ответственному потреблению. Приятно знать, что мы можем принимать осознанные решения, приносящие пользу как нам самим, так и планете. Совершенно верно. Итак, давайте продолжим искать качественные продукты, которые приносят нам комфорт и соответствуют нашим ценностям. Урок 8. Художественные впечатления. Привет, Анна. В этой галереи есть удивительные произведения искусства, тебе не кажется? Привет. Совершенно верно. Представленные здесь произведения искусства действительно захватывают и заставляют задуматься. Я согласен. Каждое произведение рассказывает уникальную историю и позволяет нам увидеть мир глазами художника. В этом прелесть искусства. Оно предоставляет платформу для самовыражения и поощряет диалог и интерпретацию. Определенно. Искусство позволяет нам исследовать разные точки зрения и заставляет нас подвергать сомнению статус-кво. Невероятно, как искусство может преодолеть языковые и культурные барьеры, превращая его в универсальную форму общения. Совершенно верно. Независимо от нашего происхождения, каждый из нас может найти что-то значимое в произведении искусства. Я также ценю мастерство и креативность художников. Их способность воплотить свое видение в жизнь впечатляет. Для создания таких сложных и визуально потрясающих произведений искусства требуется огромный талант и преданность делу. И дело не только в картинах. Скульптуры, инсталляции и даже цифровое искусство вносят свой вклад в разнообразие мира искусства. Вы правы. Художественное самовыражение принимает различные формы, постоянно расширяя границы и бросая вызов нормам. Замечательно, что галереи предоставляют художникам возможность продемонстрировать свои работы, а зрителям – пообщаться с ними. Совершенно верно. Посещение галерей и погружение в искусство могут изменить мир к лучшему. Это позволяет нам ценить красоту, размышлять о более глубоких смыслах и погружаться в собственные эмоции. Искусство обогащает нашу жизнь и расширяет горизонты. Оно побуждает нас взглянуть на мир по-новому. Не могу не согласиться с этим. Итак, давайте продолжим исследовать мир искусства и вдохновляемся его безграничным творчеством. Урок 9. Основные ингредиенты. Привет, Анна. Ты помнишь яйца? Да, они в холодильнике. Привет. Да, я позаботился о том, чтобы забрать яйца. Они являются важным ингредиентом нашего рецепта. Отлично. Яйца придают влагу и насыщенность многим блюдам, что делает их универсальным ингредиентом. Совершенно верно. Их можно использовать как в сладких, так и в соленых рецептах, от тортов и омлетов до заварного крема и пирогов с заварным кремом. Яйца также действуют как связующие вещества, помогая удерживать ингредиенты в таких блюдах, как фрикадельки или мясной рулет. Верно. Они вносят свой вклад в текстуру и структуру различных рецептов. Яйца также являются источником белка, что делает их питательной добавкой к нашим блюдам. Определенно. Они содержат незаменимые аминокислоты и витамины, полезные для нашего здоровья. Невероятно, как такой простой ингредиент может оказать такое значительное влияние на конечный результат блюда. Совершенно верно. Вот почему важно иметь их под рукой на кухне. Какие еще ингредиенты, помимо яиц, вы считаете необходимыми для приготовления пищи? Что ж, я всегда стараюсь, чтобы в моей кладовой были лук, чеснок и оливковое масло. Они составляют основу многих ароматных блюд. Это, безусловно, основные продукты питания. Лук и чеснок придают глубину и аромат широкому спектру рецептов. А оливковое масло – это не только полезный жир, но и придает особый вкус соусам, сатэ и маринадам. Я согласен. Наличие хорошо укомплектованной кладовой с необходимыми ингредиентами позволяет нам готовить вкусные блюда в любое время. Совершенно верно. Это все равно, что иметь набор инструментов для кулинарных приключений. Так и есть. Используя правильные ингредиенты, мы можем исследовать разные вкусы и создавать кулинарные шедевры. В этом прелесть приготовления. Это творческий процесс, который начинается с простых ингредиентов и заканчивается приготовлением сытного блюда. В самом деле. Итак, давайте продолжим снабжать наши кухни необходимыми ингредиентами и отправимся в ароматные кулинарные путешествия. До новых встреч! Урок 10. Удобство и оплата. Привет, Анна. Предметы для уборки дома такие удобные, тебе не кажется? Привет. Совершенно верно. Правильные чистящие средства значительно облегчают нашу повседневную работу. Удобство играет ключевую роль в поддержании чистоты и порядка в наших домах. Я согласен. С помощью подходящих инструментов и продуктов мы можем эффективно решить любую задачу по уборке. Удивительно, как достижения в области технологии уборки сделали нашу жизнь более удобной. Определенно. У нас есть широкий выбор вариантов. От роботов-пылесосов до универсальных решений для уборки. Удобство выходит за рамки только используемых нами продуктов. Как вы обычно оплачиваете покупки? Что ж, я предпочитаю использовать цифровые способы оплаты, такие как мобильные кошельки или бесконтактные карты. Они быстрые и удобные. Это разумный выбор. Цифровые платежи обеспечивают скорость и безопасность, упрощая транзакции. Именно так. Также удобно вести учет наших покупок и отслеживать наши расходы. Я согласен. Цифровые платежи сделали нашу жизнь удобнее и упорядоченные. Тем не менее, важно обеспечить безопасность нашей личной информацией и помнить о безопасности в интернете. Совершенно верно. Мы должны сохранять бдительность и следовать передовым методам защиты наших финансовых данных. Удобство и безопасность идут рука об руку, когда речь идет о современных способах оплаты. В самом деле. Давайте воспользуемся преимуществами технологий, не забывая при этом о сохранении конфиденциальности и безопасности. Урок 11. Сувениры в метро. Привет, Анна. Я увидела классный сувенир в метро. Вы знаете, где я могу купить один из них? Привет. Да, его можно приобрести на любой станции метро. Обычно у них есть сувенирный магазин или специально отведенное место, где можно купить сувениры. Это удобно. Мне нравится идея приобрести уникальный сувенир, изображающий метро и город. Совершенно верно. Сувениры – отличный способ увековечить ваш визит и вернуть воспоминания о прогулках по городу. Удивительно видеть, как системы метро стали частью самобытности города. Мне бы очень хотелось попробовать это на себе. Понимаю. Сувениры в стиле метро довольно популярны. На них часто изображены знаковые символы, карты или даже миниатюрные модели поездов. Звучит фантастически. Могу себе представить, что у меня на столе лежит миниатюрная модель поезда, напоминающая мне о метро и приключениях, которые я пережил. Это тоже было бы отличным началом разговора. Людям может быть интересно узнать о вашем миниатюрном поезде и о его истории. Вы правы. Это может быть интересный способ поделиться впечатлениями о путешествиях и пообщаться с другими людьми, у которых есть такие же интересы. Совершенно верно. Сувениры помогают разжигать разговоры и налаживать связи между людьми из разных слоев общества. Это одна из вещей, которые мне нравятся в путешествиях, возможность общаться с людьми, используя общие интересы и опыт. Путешествия действительно открывают двери для новых друзей и связей. Сувениры могут служить ощутимым напоминанием об этих связях. Удивительно, как маленький предмет может иметь такое большое значение и вызывать яркие воспоминания. В самом деле. Сувениры помогают нам вернуться в те места, где мы побывали, и к тем впечатлениям, которые мы пережили. Мне не терпится заглянуть в сувенирный магазин метро и найти идеальный сувенир, отражающий суть моей поездки. Уверена, вы найдете что-то особенное. Наслаждайтесь просмотром различных вариантов и выбором того, который вам нравится. Спасибо. Я ценю вашу поддержку. Мне не терпится привезти домой сувенир из метро и сохранить воспоминания, связанные с ним. Привет, Анна. Мне нужно кое-что с тобой обсудить. Не волнуйтесь, такое случается. Привет, Джон. Конечно, о чем ты думаешь? Есть ли что-то конкретное, о чем вы хотели бы поговорить? Да, я случайно сломал одно из офисных устройств. Взимается ли плата за замену? А нет, несчастные случаи случаются. Позвольте мне проверить политику компании в отношении поврежденного оборудования. Я ценю твою помощь. Надеюсь, его замена обойдется не слишком дорого. Согласно политике, любое поврежденное или сломанное оборудование подлежит замене. Понимаю. Можете ли вы сообщить мне сумму платы за замену конкретного товара? Конечно. Дайте мне минутку, и я найду для вас нужную информацию. Спасибо. Я ценю вашу помощь в решении этого вопроса. Добро пожаловать. Я нашел информацию. Плата за замену оборудования составляет 100 долларов. Понимаю. Это вполне разумно, учитывая стоимость товара. Я буду нести ответственность за покрытие расходов. Это очень ответственно с вашей стороны. Я ценю твою готовность взять на себя ответственность. Важно признать свои ошибки и все исправить. Я хочу поддерживать позитивную рабочую атмосферу. Совершенно верно. Ваше отношение к решению этого вопроса заслуживает похвалы. Спасибо. Я считаю, что очень важно профессионально и прозрачно решать такие ситуации. Не могу не согласиться с этим. Это хорошо отражается на твоем характере и честности. В будущем я постараюсь быть осторожнее с офисной техникой, чтобы избежать дальнейших несчастных случаев. Это мудрое решение. Профилактика всегда лучше, чем борьба с последствиями. Определенно. Я усвоил урок и в будущем приму дополнительные меры предосторожности. Рада это слышать. Давайте будем считать это познавательным опытом для всех нас. Совершенно верно. Я ценю ваше понимание и поддержку на протяжении всего этого процесса. Мне очень приятно. Мы команда, и мы всегда должны поддерживать друг друга. Спасибо. Ваш профессионализм и руководство бесценны. Привет, Анна. Я подумываю начать заниматься йогой, чтобы предотвратить травмы. Что скажешь? Привет, Джон. Это отличная идея. Йога может быть полезна как для физического, так и для психического благополучия. Я согласен. Как часто ты ходишь на занятия йогой. Мне интересно, как часто это происходит. Я стараюсь посещать занятия йогой три раза в неделю. Это помогает мне сохранять гибкость и снижать стресс. Три раза в неделю звучит разумно. Я хочу быть уверенным в том, что смогу постоянно тренироваться. Последовательность играет ключевую роль в йоге. Даже занятия один-два раза в неделю могут дать положительные результаты. Это приятно знать. Я начну с пары сеансов в неделю и постепенно буду увеличивать частоту. Это разумный подход. Важно прислушиваться к своему телу и постепенно наращивать тренировки. Совершенно верно. Вначале я не хочу слишком сильно напрягаться и рисковать травмой. Мудрое решение. Йога должна быть мягким и постепенным процессом, позволяющим избежать напряжения или перенапряжения. Есть ли какие-либо конкретные виды йоги, которые вы бы порекомендовали начинающим, таким как я? Новичкам я бы посоветовал начать с хатха-йоги или виньяса-йоги. Они сосредоточены на дыхании и основных позах. Я рассмотрю эти стили и найду класс, соответствующий моим потребностям. Отправляться в это путешествие очень интересно. Приятно слышать, что вы в восторге от этого. Йога имеет множество преимуществ для тела и разума. Я тоже так считаю. Дело не только в физической форме, но и в обретении внутреннего покоя и равновесия. Совершенно верно. Йога предлагает целостный подход к благополучию, поэтому она завоевала популярность во всем мире. Я с нетерпением жду возможности воочию убедиться в этих преимуществах. Спасибо за ваши рекомендации. Добро пожаловать. Я рад поделиться своими знаниями и поддержать вас в вашем путешествии по йоге. Я благодарна за это. Давайте останемся на связи и будем делиться своим прогрессом. Определенно. Мы можем мотивировать друг друга и обмениваться советами, чтобы улучшить нашу практику йоги. Похоже на план. Йога поможет вам вести более здоровый и осознанный образ жизни. Ура этому! Я очень рад видеть, какое положительное влияние это окажет на нас обоих. Точно так же. Давайте откроем новую главу и насладимся преобразующей силой йоги. Урок 14. Определение правильного темпа. Привет, Анна. Я тренирую свои навыки владения английским языком, но мне трудно найти правильный темп. Есть предложение. Привет, Джон. Для эффективного общения важно говорить в правильном темпе. Пробовали ли вы слушать носителей английского языка, чтобы понять, в каком темпе они играют? Да, я слушал подкасты и смотрел фильмы на английском языке. Это помогает, но мне все равно сложно соответствовать их темпу. Отличное начало. Чтобы развить беглость речи, нужно время. Возможно, будет полезно потренироваться говорить медленно и постепенно увеличивать скорость. Я попробую такой подход. Медленная речь позволит мне сосредоточиться на произношении и четкости. Как определить правильный темп? Один из способов. Обратить внимание на то, как говорит собеседник. Постарайтесь не отставать от их скорости, сохраняя при этом четкое произношение. В этом есть смысл. Регулирование моего темпа в соответствии с моим собеседником обеспечит эффективную коммуникацию. Какие советы помогут мне в целом улучшить беглость речи? Ключевое значение имеет регулярная практика. Общайтесь с носителями языка или партнерами по языковому обмену. Со временем это помогает обрести уверенность и беглость речи. Я обязательно найду возможности для разговорной практики. Важно выйти из своей зоны комфорта и применить полученные знания на практике. Совершенно верно. Не бойтесь ошибаться. Учиться на них – часть процесса. Я ценю ваши усилия по улучшению ваших знаний английского языка. Спасибо. Я ценю вашу поддержку и поддержку. Это мотивирует меня продолжать двигаться вперед и стремиться к совершенствованию. Добро пожаловать. Помните, что прогресс требует времени, поэтому наберитесь терпения. Отмечайте каждую веху и отмечайте свой рост. Я учту это. Празднование небольших побед поддержит мою мотивацию в этом путешествии по изучению языка. Я благодарна за ваше руководство. С удовольствием помогу. Если у вас есть конкретные области, на которых вы хотели бы сосредоточиться, дайте мне знать. Я здесь, чтобы помочь вам всеми возможными способами. Я ценю ваши предложения. Одна из областей, над которой я хотел бы поработать, это расширение своего словарного запаса. Есть ли у вас какие-либо стратегии, которые вы можете предложить? Совершенно верно. Чтение книг, статей и газет на английском языке поможет вам найти новые слова в разных контекстах. Ведите словарный журнал, чтобы регулярно отслеживать и пересматривать слова. Отличное предложение. Чтение откроет для меня широкий словарный запас, а ведение дневника облегчит его удержание. Я попробую. Я приложу сознательные усилия, чтобы включить новые слова в свою речь. Их применение в реальных жизненных ситуациях укрепит мой словарный запас. В этом и заключается дух. Продолжайте в том же духе и без колебаний обращайтесь к нам, если вам понадобится дополнительная помощь. Я здесь, чтобы поддержать вас. Спасибо. Ваши наставления и поддержка очень важны для меня. Я полон решимости продолжать оттачивать свои знания английского языка. Урок 15. Динамические стратегии. Привет, Анна. Я думала о стратегиях в деловом мире и хотела узнать твою точку зрения. Как вы думаете, что такое разумная стратегия? Привет, Джон. Умная стратегия – это стратегия, которая соответствует целям и задачам бизнеса и при этом способна адаптироваться к постоянно меняющейся динамике рынка. Она должна быть продуманной и гибкой. В этом есть смысл. Таким образом, умная стратегия является одновременно стратегической и адаптируемой. Она должна учитывать текущую ситуацию и быть готовой к корректировкам по мере необходимости. Совершенно верно. Деловая среда постоянно меняется, и стратегия, способная адаптироваться к этим изменениям, с большей вероятностью будет успешной в долгосрочной перспективе. Я согласен. Очень важно всегда быть на шаг впереди и при необходимости иметь возможность поворачивать поворот. Вам нравится работать в такой динамичной сфере? У меня есть. Работа в динамичной сфере позволяет мне оставаться вовлеченным и постоянно учиться. Это заставляет меня мыслить творчески и находить инновационные решения. Приятно это слышать. Наверное, приятно быть частью постоянно меняющейся отрасли, где регулярно возникают новые возможности и проблемы. Это определенно делает вещи интересными. Динамичный характер этой области требует постоянного обучения и слежения за последними тенденциями и достижениями. Могу себе представить. Похоже, это область, в которой нужно уметь адаптироваться и готовиться к переменам. Есть ли какие-либо конкретные стратегии, которые вы считаете особенно эффективными? Существуют различные стратегии, которые могут быть эффективными в зависимости от контекста и целей бизнеса. Важно оценить ситуацию и выбрать наиболее подходящий подход. Понимаю. Таким образом, не существует универсальной стратегии. Речь идет о поиске правильного подхода, основанного на уникальных условиях бизнеса. Именно так. Каждый бизнес индивидуален, и стратегия, которая работает для одного, может не работать для другого. Речь идет о том, чтобы адаптировать подход к достижению максимального успеха. Это разумный подход. Важно проанализировать конкретные потребности и проблемы бизнеса и разработать стратегию, которая эффективно их решает. Совершенно верно. Тщательно продуманная стратегия учитывает внутренние и внешние факторы, влияющие на бизнес, и направлена на использование возможностей и снижение рисков. Я полностью согласен. Умная стратегия может сыграть решающую роль в достижении бизнес-целей и сохранении конкурентоспособности на динамичном рынке. В самом деле. Это интересная и сложная область, требующая постоянного обучения и адаптации. Но при наличии правильных стратегий успех вполне достижим. Спасибо, что поделились своими мыслями. Ваш взгляд на умные стратегии в динамичной сфере заставил меня многое обдумать. Я ценю ваш вклад. Урок 16. Задержки рейсов и управление временем. Привет, Анна. Ты ждешь рейса. Будет поздно. Привет. Да, я жду рейса. Но, к счастью, сообщений о задержках пока не поступало. Приятно это слышать. Задержки рейсов могут быть очень неприятными, особенно если у нас есть важные планы или пересадки. Совершенно верно. На всякий случай всегда полезно прибыть в аэропорт с дополнительным свободным временем. Определенно. Когда дело доходит до путешествий, управление временем имеет решающее значение. Подготовка поможет уменьшить стресс и непредвиденные неудачи. Не могу не согласиться с этим. Важно проверять статус рейса перед отъездом из дома и оставаться в курсе событий на протяжении всей поездки. Таким образом, мы сможем соответствующим образом планировать и вносить необходимые коррективы в наш график или мероприятие. Именно так. В случае задержек также полезно заняться чем-нибудь или развлечься. Будь то книга, подкаст или некоторые рабочие задания, занятие чем-то может сделать ожидание более продуктивным. А если у нас есть стыковочный рейс, важно сообщить об этом авиакомпании или обратиться за помощью, чтобы обеспечить плавный переход. Совершенно верно. В авиакомпаниях часто действуют процедуры, помогающие пассажирам в труднодоступных стыковочных местах или задержках рейсов. Лучше заранее связаться с авиакомпанией, чем спешить и нервничать в последнюю минуту. Это правда. Глубокие вдохи и сосредоточение внимания на том, что мы можем контролировать, могут помочь нам сохранить позитивный настрой. А если произойдет значительная задержка, возможно, стоит осмотреть аэропорт, перекусить или даже сделать небольшое упражнение, чтобы размять ноги. Да, активный образ жизни помогает снять напряжение и повысить уровень энергии во время длительного ожидания. Совершенно верно. Все дело в том, чтобы найти баланс между подготовкой и адаптацией к путешествиям. Согласовано. Если вы решите отправиться в путешествие и максимально использовать любые задержки или непредвиденные изменения, вы можете превратить сложную ситуацию в незабываемые впечатления. Отличная перспектива. Давайте не будем забывать подходить к путешествиям с позитивным настроем и активно распоряжаться своим временем. Спасибо. Я ценю ваши идеи. Безопасных путешествий и пусть ваш рейс будет вовремя. До следующего раза. Спасибо. Вам тоже приятных путешествий. Давайте продолжим ориентироваться в мире путешествий, проявляя терпение и способность адаптироваться. До следующего раза берегите себя. Урок 17. Заказ вкусной еды. Привет, Анна. Я проголодался. Как насчет того, чтобы заказать фирменный сэндвич, картофель фри и холодный напиток? Привет. Звучит превосходно. Я тоже жажду сытной еды. Давайте сделаем заказ. Отлично. Я проверю меню онлайн и найду для нас идеальный сэндвич. Какой тип сэндвичей ты предпочитаешь? Мне нравятся самые разные вкусы. Может быть, что-нибудь с курицей на гриле или вегетарианский вариант со свежими овощами и вкусным соусом. Звучит очень вкусно. Я нашла аппетитный сэндвич с курицей на гриле с авокадо, беконом и майонезом чепотле. Как это звучит? Звучит просто небесно. Я полностью за это. А что касается картофеля фри, лучше выбрать классические соленые блюда или попробовать что-то другое, например, приправленный кудрявый картофель. Давайте попробуем приправленный кудрявый картофель фри. Они придают блюду изюминку и делают его еще более приятным. Я полностью согласен. А чтобы все запить, как насчет холодного напитка, вы предпочитаете газировку или освежающий чай со льдом? Думаю, я пойду выпить чай со льдом. Это отличный выбор, чтобы сбалансировать вкусы и утолить жажду. Звучит освежающе. Я тоже выпью чай со льдом. Это идеальный напиток в дополнение к трапезе. Отлично. Теперь, когда мы определились с заказом, давайте разместим его онлайн. Есть ли у вас какие-либо диетические ограничения или особые пожелания? Для меня нет диетических ограничений. Но не могли бы вы попросить добавить к сэндвичу больше майонеза с чепотле? Мне нравится его пряный вкус. Конечно. Это дополнительный майонез с чепотле. Это придаст сэндвичу дополнительный вкус. Спасибо. Я благодарна за это. Мне не терпится попробовать эту вкусную еду. Добро пожаловать. Я тоже в восторге. Наш заказ размещен и должен быть доставлен в ближайшее время. Я проголодался от одной мысли об этом. То же самое и здесь. Теперь это не заставит себя долго ждать. Давайте приготовимся к восхитительному застолью. Совершенно верно. Я с нетерпением жду возможности насладиться каждым кусочком. Приятного аппетита. Урок 18. Контрольный список предметов первой необходимости для путешествий. Привет, Анна. Приятно слышать, что ты готова к путешествию. Ты все упаковал. Привет. Да, надеюсь на это. Я перепроверил свой чемодан, чтобы убедиться, что у меня есть все необходимые. Отлично. Перед поездкой всегда важно составить подробный контрольный список, чтобы избежать неожиданностей в последнюю минуту. Совершенно верно. Я позаботился о том, чтобы упаковать одежду, туалетные принадлежности и все необходимые проездные документы, такие как паспорт и билеты. Отличная работа. Очень важно иметь эти документы под рукой, особенно при прохождении досмотра в аэропортах и иммиграционных служб. Определенно. Я также взял с собой адаптер для путешествий и зарядное устройство для своих электронных устройств. Очень важно оставаться на связи и быть включенным. Это умное мышление. Всегда полезно иметь адаптер для путешествий, который работает в разных странах, чтобы избежать проблем с зарядкой. Да, я узнал об этом из предыдущей поездки. Также важно иметь при себе небольшую аптечку с основными лекарствами и пластырями. Совершенно верно. Лучше быть готовым к любым незначительным проблемам со здоровьем или травмам, которые могут возникнуть во время поездки. Не могу не согласиться с этим. Я также взял с собой зонтик для путешествий и легкую куртку на случай неожиданной смены погоды. Это мудрый выбор. Погода может быть непредсказуемой, поэтому лучше иметь защиту от дождя или низких температур. Я также взял с собой небольшой блокнот и ручку, чтобы записать важную информацию или памятные моменты во время путешествия. Отличная идея. Всегда приятно иметь дневник, в который можно записывать воспоминания и даже делать заметки для дальнейшего использования. Определенно. И последнее, но не менее важное, я обязательно взял с собой в путешествии закуски и многоразовую бутылку с водой. Закуски и бутылка воды незаменимы, особенно во время длительных перелетов или поездок на автобусе, когда могут возникнуть голод и жажда. Совершенно верно. Предотвращение обезвоживания и наличие под рукой перекусов могут сделать путешествия более комфортным и приятным. Похоже, вы изучили все основы. Ваш контрольный список кажется исчерпывающим, и я уверен, что вы отлично проведете время. Спасибо. Я ценю ваше доброе слово. Я с нетерпением жду предстоящих приключений. До следующего раза. Добро пожаловать. Приятного путешествия и незабываемых впечатлений. До следующего раза берегите себя и прекрасно проведите время. Урок 19. Регистрация заезда и выселения из отеля. Привет, Анна. Я планирую поездку, и я слышала, что регистрация в отеле начинается в 15 часов. Вы знаете, когда наступает время выезда. Привет, Джон. Да, как правило, выселение из отеля происходит в 12 часов в день отъезда. Очень важно учитывать это время при планировании пребывания. Понял. Приятно знать время отъезда. Таким образом, я смогу соответствующим образом планировать свои занятия и не торопиться в последний день. Совершенно верно. Это позволит вам получить максимум удовольствия от пребывания и спокойно отъехать без спешки в последнюю минуту. Это правда. Я позабочусь о том, чтобы организовать свое расписание соответствующим образом, чтобы я мог без проблем выехать и насладиться всем своим пребыванием. Мудрое решение. Не забудьте упаковать вещи и оплатить все неоплаченные счета перед отъездом, чтобы избежать задержек. Спасибо за напоминание. Очень важно все уладить заранее и обеспечить беспроблемный отъезд. Добро пожаловать. Кроме того, если у вас есть особые пожелания или вам нужна помощь во время вашего пребывания, лучше заранее сообщить об этом сотрудникам отеля. Это хорошие замечания. Четкое общение с персоналом отеля обеспечивает комфортные и приятные впечатления на протяжении всего пребывания. Именно так. Они готовы помочь вам и сделать ваше пребывание максимально приятным. Не стесняйтесь обращаться к ним в случае необходимости. Я учту это. Приятно знать, что персонал отеля готов оказать поддержку и решить любые проблемы. Совершенно верно. Они обучены справляться с различными ситуациями и нацелены на то, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Приятно это слышать. Я ценю их приверженность удовлетворению потребностей клиентов. Это дает мне душевное спокойствие во время путешествий. Я прекрасно понимаю. Комфортное и хорошо организованное пребывание способствует незабываемому путешествию. Надеюсь, вы отлично проведете время. Спасибо. Я с нетерпением жду этого. Ваши идеи оказались ценными. Я позабочусь о том, чтобы регистрация заезда и отъезда прошла гладко. Хорошего дня. Добро пожаловать. Я рада, что смогла помочь. Приятного вам путешествия и я желаю вам незабываемых впечатлений от пребывания в отеле. Береги себя. Спасибо. Я ценю ваши добрые пожелания. Я максимально воспользуюсь своим пребыванием и буду наслаждаться каждым моментом. Позаботьтесь тоже. До следующего раза.